Я хочу обратить ваше внимание на клубнику, вот на эту, которая у меня в руках. Это та самая клубника, которую мы зимой с вами сеяли в банку. Вот кто интересуется, посмотрите наш плейлист, там есть посадка клубники из семян в банку. Это очень эффективный способ. И вот я вам показываю то, что у нас получилось. Представляете, какая хорошая клубничка на рассаду, прям отличная получилась. Я хочу сказать, что посадка семян в банку клубники, это очень эффективный способ. И не только семян, у нас еще и устому, когда подойдет время, я вам покажу, какая у нас чудесная устому выросла в банке. Семена мы посеяли где-то в конце января, семена прекрасно взошли. Их было 5 семечек, я почему-то думала, что 4, но в результате оказалось, что все 5 действительно хорошо себя чувствуют. Потом мы их распакировали. В общем, все ролики у нас есть. Вы можете, вот кому интересно, посмотрите. Они действительно очень такие результативные. Посадку я буду делать вот с таким одобрением. Любой зелень, специальное полноценное питание для клубники и ягод. Его можно вносить при весенней обработке, когда я показывала, когда мы рыхлели почву. Так и при посадке можно в лунку вносить. Также вы можете органические одобрения вносить. Клубнику очень любит перепревший навоз, который у вас уже несколько лет, то есть, конечно, не свежий. Очень любит, когда добавляет песок, то есть, она предпочитает такую рыхлую воздухо- и водопроницаемую почву. Можно также добавить немного питательного торфа. Это тоже все прекрасно. То есть, смотрите, вы какого сторонника земледелия, органического или все-таки химического. Я вот выбрала способ оисков червяков чудесных у меня тут. Так, лирическое отступление. Я хочу сказать, что в почву у меня уже внесено и компост, и минеральное удобрение, и компост, и перегной, и внесено песок. То есть, почва у меня достаточно питательная. Поэтому я добавляю только вот щепотку вот этих минеральных удобрений, любозелена, хорошенечко вот так перемешиваю. Земля влажная, так как мы провели обработку. Проливаем хорошо землицу. Перед тем, как высаживать клубнику в грядку, я ее хорошо пролила фосфорно-калийным удобрением для того, чтобы корневая система была сильной. То есть, буквально за 3-4 дня я ее пролила удобрениями. И вот в результате вот такой вот манипуляции, нехитрой перед посадкой, уверяю вас, что клубника будет очень мало, чувствую плохо. Процесс адаптации в грунте будет достаточно короткий. Так, вода ушла. Мы сажаем клубнику так, как она росла. Сердечко не заглубляем. То есть, помните об этом. Это очень важный момент, особенно начинающийся до вода. Вот эти вот моменты, нюансы выпускают из виду. И в результате получается, что клубника плохо приживается. На самом деле она не плохо приживается, а просто неправильно была осуществлена посадка. Все, готово. У меня тут есть кустики, которые мне не очень нравятся, но я ей даю еще шанс. Может быть, они еще хорошо выживут. Следующий тоже. Точно так же я добавляю. О, можете пока показать. Добавляю. Как я уже сказала, вы можете добавлять и навоз. Он здесь у меня уже есть. Вообще, очень удачный способ посадки в банк. Мне он очень понравился. Я на следующий год буду обязательно пробовать и новые сорта клубники, и новые какие-то сорта цветов, которые очень туго схожи и вообще себя плохо ведут. При всхожести. То есть, схожи в них очень маленькая. А здесь прям стопроцентная схожесть. Очень мне поразил, конечно, этот способ. Спасибо тому человеку, кто это придумал. Так. Ну, с этими стаканчиками способом все понятно. Я приготовила вам еще здесь вот такой момент. Смотрите, сейчас на рынок приходит очень много, особенно импортной клубники. Это у меня сорт Джоли. Это очень... это ранний сорт клубники. Очень вкусная она, мясистая, сладкая. И самое главное, что на раннего срока созревания ягодки достигают у нее где-то 25-30 грамм универсального назначения. Вот. Смотрите, с какой они шикарной корневой системой. Уже появляются новые росточки. Вот. Если вы купили такую клубнику, обязательно замочите ее вот в таком растворе. Здесь у меня корнеобразователь. Любой, каким вы доверяете. Циркон, корневин, гитроксин. Ну, какой вы любите. Замочите. Желательно вы даже часов на несколько. 5-6. Это прям вообще в идеале было. Далее. Вот такой вот корешок. Обязательно подрезаем. Обязательно. Прям вот щедрой рукой. Не бойтесь. Отрезайте. Вот так. И дальше мы сажаем. Не заглубляя корневую шейку. То есть вот так мы сажаем. Земля очень хорошая. У нас в средней полосе чернозем в основном. Поэтому, как говорится, вот сильно тушочень ее кормить точно не надо. Она и так щедрая у нас. Ну так, немного компоста, перегноя. И этого будет, в принципе, достаточно. Распределяем. Стараемся равномерно распределить по кругу клубничку. Просыпаем ее вот так земелькой. Уплотняем хорошенько. Поливаем же этим составом, который у меня был замочен. Потому что он с гитроксином, волшебный. И дальше совсем уже присыпаем хорошо. Ну, как я уже сказала, корневую шейку мы не заглубляем. Все, мы посадили. Корневая шейка, сердечко находится на почве, наверху. И мы сейчас вот так и слегка замультируем нейтральным торфом. Он будет служить и мульчой, и в то же время питанием. Как я уже сказала, вы можете посадить различными способами. Клубника любит органику. В компост, в ямку, которую вы будете сажать, в лунку, в которую вы будете сажать, вы можете внести припрежий навоз. Если вы сторонник органического земледелия, песочек, торф питательный. Если вы сторонник того, чтобы посадить неорганическую, а с химическими удобрениями, то можете воспользоваться вот таким удобрением, как я воспользовалась. Любой зеленью или любое другое удобрение, которое содержит полный комплекс минеральных удобрений для клубники. Сейчас я вам еще хочу показать. Вот здесь вот очень хорошо выражено, если вдруг кому-то было непонятно, вот в первом случае, здесь вот очень хорошо выражено сердечко. Корневую систему я подстригла. Я хочу ее вот сюда посадить, потому что здесь у меня какой-то кустик странненький немножко. Так, я сыпаю сюда удобрения. Этого, в принципе, будет достаточно. Вливаю волшебную смесь. Корешки я распределяю, стараюсь распределить их равномерно, вот так, солнышком. Сейчас водичка немножко уйдет. Вот так я распределяю в лунки. Сердечко вот оно находит. То есть я его держу, чтобы оно у меня не погрузилось глубоко. И засыпаю. Вот так. Сейчас водичка уйдет, затянет. И сейчас присыпем торфом. Очень мне нравится торф, вот этот нейтральный торф у Ламы. Производитель Лама Торф. Вот смотрите, какой он. Вы знаете, он вот прям вот по своему составу очень напоминает, как будто очень хороший компост. Но только гораздо еще богаче. Рыхлый. Очень мне нравится. Так что вот если покупать торф, обратите внимание вот на это у производителя Лама Торф. Все, мы присыпали, замульчировали торфом. Все. Клубничка у нас. Я еще придавлю. Чтобы корешки, все пустоты, которые образовались, шейка находится вот у нас. То есть сердечко вот на уровне земли. Все тут отлично. Вот. Все, прости. Будем ждать теперь урожая. Сегодня мы будем сажать садовую клубнику в высокие грядки. Подготовьте ямки для посадки. Добавьте немного торфа и специализированного удобрения для клубники. Например, производителя Фаска. Но не более одной столовой ложки на ямку. Перемешайте все ингредиенты. Полейте подготовленное место и можно высаживать рассаду. Далее следует еще раз хорошенько полить в получившуюся ямку. Ни в коем случае не стоит лить на куст клубники. Кстати, при посадке кончики корней можно обрезать. Для посадки мы выбрали ампельную клубнику, которая в дальнейшем станет естественным украшением, свисая на вертикальных высоких грядках вниз своими плодами. Желаем удачной посадки и вкусного урожая! Как посадить клубнику в необычные подвесные кашпо от интернет-магазина Хитсад? Изготовлены они из панбонда. Могут перекидываться через забор, подвешиваться на фасад здания или стену дома. Для начала устанавливаем их на заборе в саду. Далее засыпаем в них грунт, в составе которого чернозем, перегной и удобрение для клубники. Но можно приобрести готовый грунт в специализированных магазинах. Готовим клубнику для посадки. Подрезаем кончики корней рассады, углубляем в ямку и уплотняем. Далее следует хорошо полить посаженную ягоду. Перемещаемся на другую сторону забора и повторяем посадку рассады клубники в кашпо с обратной стороны. Отметим, что когда куст клубнички разрастается, поспевает много красных ягод, то получается настоящая клубничная клумба. Для посадки мы выбрали сорт клери. Ранний сорт с крупными ягодами, имеющими сладкий вкус с легкой кислинкой. Как растет клубника, давая первые ягодки и как ведет себя культуру в таких вот оригинальных кашпо, мы покажем вам в следующих роликах. Вы пришли на свой дачный участок или свой огород первый раз. И, конечно же, вы первое, что уделяете, это, конечно же, клубники. После зимы мы смотрим, как она перезимовала и начинаем процедуры. Первое, что, конечно, мы должны сделать, это обрезать и убрать старые листья, которые в течение зимы у нас остались, которые имеют неприглядный вид. Первое, что вы должны сделать, удалить вот такие вот испорченные листочки. В компостную кучу мы их не кладем, мы их убираем и уничтожаем. Смотрим, где есть еще попорченные листики, вот такие сухие. Все мы это собираем. Собираем то укрытие, которое у нас было на зимний период времени, которое вы укрывали, для того, чтобы я вот укрывала ее. Причем укрывала ветками, которые собрала со всего участка. Ветки, отсветшие гортензии. Дальше, после того, как вы обрезали все вот такие старые листочки, обязательно их уничтожьте и складывайте в компостную кучу, как я уже сказала. И проводим рыхление. Я с осени внесла сюда компост, песочек, внесла перегной, перекопала все, удобрила и укрыла на зиму. Сейчас по весне вот так рыхлим около каждого кустика, делаем доступ к корням воздуха. После того, как вы порыхлили почву, я вам хочу сказать, что с рыхлением нужно бы совместить и подкормку клубники. Особенно в ранний период, ранней весной, конечно, как и всем культурам, клубники необходим азот. У меня есть два варианта. Здесь у меня две клумбы, две грядки с клубникой. Мы сейчас с вами поставим эксперимент. Очень много в интернете пишут о том, что как хорошо, как прекрасно удобрять клубнику нашатырным спиртом. Я решила попробовать в этом сезоне. Я всегда использовала или органику, или же я использовала химические удобрения. Ну, все в зависимости было от того, что я могла достать, скажем так. В этом году я решила попробовать нашатырный спирт. Вот на такую лейку, обычную 10-литровую лейку. Достаточно. И 10 мл. У меня здесь пузырек, в аптеке я покупала, здесь 100 мл, то есть половина пузырька. Мы поливаем грядку, я уже ее порыхлила, разведем сейчас нашатырный спирт и прольем вот эту грядку. И потом мы посмотрим, какая из этих грядок будет лучше расти и лучше цвести. В принципе, здесь сорта везде одинаковая. И посажена клубника в одно и то же промежуток времени, то есть это была осенняя посадка, новая посадка. Ну, есть, которые старые здесь кустики, но все равно я подсажила еще новая. И, соответственно, мы посмотрим, что же у нас, как говорится, лучше себя чувствует на фоне каких удобрений. А эту грядку я хочу удобрить. В этом году я уже рассказывала про него, это новые удобрения, либо зелена. Причем здесь тут-то смесь минеральных удобрений, которые рассчитаны на весь сезон. Причем удобрения мы это можем вносить и при посадке, и при внесении в почву. Ранней весной мы можем внести здесь 50 грамм удобрения на один квадратный метр. Разбросаем, заделываем почву путем рыхления и проливаем обильно водой. Мне очень понравился состав и, в общем-то, хорошее качество удобрения. Здесь у меня 25 грамм, я уже точно знаю, я вот так равномерно распределяю удобрение по поверхности. И потом просто буду заделывать его почву путем вот такого вот рыхления. Потом я просто обильно полью грядку. Самое главное, мы можем вносить не только его при весенней обработке почвы, но и во время посадки. То есть настолько универсальное удобрение. Итак, в эту грядку мы заделали уже удобрение любозелена. И сейчас просто ее хорошенько проливаем обычной водой. Вот на такую грядку я использую две лейки. И, в общем-то, она достаточно хорошо проливается. То есть мы совместили и подкормку, и обработку, и в то же время и стимуляцию. А на эту грядку, как я уже сказала, налью нашатырный спирт 50 миллилитров. У меня здесь 100. И пролью вот эту грядку. Все, 50 миллилитров я налила. До цветения, как только начнут набухать бутоны, мы еще раз прольем нашатырным спиртом. И после цветения. И вот тогда урожайность у нас должна быть просто феноменальна. И проливаем. КОНЕЦ КОНЕЦ